Продолжение следует... Евангелие от Матфея, 11 глава. Я периодически проповедую эту проповедь. Я периодически проповедую. И я... потому что, опять же, есть снова и снова потребность. Меня волнует эта тема. И лучше, чем я проповедовал раньше, я просто не нашел еще проповеди, потому я ее... Но теперь она, конечно, в расширенном будет варианте. Вот. Я, не поверите, но даже попытался найти в интернете, думаю, интересно, есть где-то или нет. Я нашел в интернете эту свою проповедь. Вот. И я ее проповедовал в одной из киевских церквей. И это было ровно 10 лет назад. Но когда я ее проповедовал, уже это откровение во мне жило много лет. То есть, знаете, как иногда и сегодня Бог говорит, дает какие-то слова, какие-то утешения, обетования, откровения, показывает что-то будущее. Но есть некоторые откровения, которые уже, ну, скажем так, они, знаете, как... Ну, короче, вы взвешены временем. Я не люблю коньяк, но я знаю, что он ценится по выдержке. Я вообще крепкие напитки не пью, не люблю. Но вот это вот по выдержке. То есть, это очень сильно помогало мне много-много лет. Вот это откровение, которое я когда-то получил, и я хотел бы поделиться с вами. Ну, давайте начнем сразу с Писания. Итак, Иоанн Леонид Матфея, 11 глава, с 1-го прям вот по 6-й стихи. Когда Иисус окончил, когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, то есть здесь говорится об Иоанне крестителе, Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал имя Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Вот эти вот ключевые слова «блажен, кто не соблазнится о мне». Ну, давайте немножко остановимся на самой этой истории. Ну, что за странный вопрос Иоанна Крестителя? Ну, давайте так. И я думаю, что большинство из вас, вы знаете историю Иоанна Крестителя, все начиналось вообще с того, что Иоанн Креститель, он был пророк, Библия говорит, что самый большой пророк Ветхого Завета, потому что у него была особая честь, особая миссия, он представил, в общем-то, Иисуса Христа как миссию. То есть вообще все с него началось. Он крестил Иисуса, да, он видел все эти свидетельства, которые произошли, и он говорил об Иисусе, вот же, вот это он и есть вот этот вот Агнец Божий, который пришел для того, чтобы взять грех мира на себя. Ну, а потом мы видим, прошло какое-то время, и Иоанн, он оказался в темнице, и когда мы читаем эту историю дальше, то мы знаем, что в ближайшее время ему отрубили голову, его убили, ну, и вот он в темнице, и он посылает своих учеников, говорит, пойдите и узнайте, то ли он, все-таки это он или не он. И вот здесь вот мы сразу можем увидеть несколько таких, знаете, уроков для нас. Ну, во-первых, если приходит момент, и иногда мы колеблемся, иногда мы сомневаемся, иногда у нас такая вот каша в голове, независимо от чего-то, но вот приходят, накатывают какие-то сомнения, мы все подвергаем, ну, какому-то анализу и всему, но это нормальное состояние, то есть это часть веры, сомнения — это часть веры. Мы находим, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете это нормально, когда верующие люди сомневались. Почему? Потому что через потом преодоление этих сомнений они становились еще тверже и были еще больше в вере. Поэтому если идея какая? Если Иоанн Креститель сомневался, и вы вдруг думаете, ай, я какой-то не такой, я вообще неудачник, все плохо у меня, я же вот сомневаюсь, иногда она меня накатывает, иногда я попадаю в депрессию, иногда я попадаю в смятение, иногда я разочаровываюсь, может быть, в своей вере, то в действительности, ну, если он подвергался такому, и вы подвергаетесь, то это все нормально. Другой вопрос, что в этом не нужно оставаться. Вот это моя проповедь, то есть в этом не нужно оставаться. Иисус, давайте теперь вернемся к Иисусу. В этой истории мы видим, что Иисус, он не представляет себя, как, знаете, такого белого и пушистого. Вообще вот это вот заявление, оно радикальное. Вообще счастлив тот, кто не соблазнится обо мне. И когда мы внимательно читаем тот же Новый Завет, мы видим, что очень много людей, они в действительности соблазнились о Христе. А вообще о Христе было так и сказано, что некоторые о Нем споткнутся, некоторых Он раздавит. Ну, то есть Иисус Христос – это не что-то, что подходит, или, правильно, наверное, не кто-то, кто подходит всем. И это то, что происходит сегодня. Почему некоторые люди, придя к Христу, они разочаровываются и уходят, в то время как другие, наоборот, обретают смысл жизни и следуют за Ним? Вот этот вопрос. Блажен, кто не соблазнится обо мне. И вот каким же образом нам нужно жить такой жизнью, чтобы не разочароваться? При этом, смотрите, сам этот диалог, чтобы уже с этой историей закончить. Иисус не, ну, во-первых, Он не обвиняет Иоанна Крестителя, не говорит, ну что ты, слабак какой-то, ты должен быть образцом веры, а ты подводишь меня, послал еще учеников, нет бы, чтобы тихонько там записочку написал, ты это или не ты, а так это такой розголос, да, получили, получило, то, что сам Иоанн Крестителя сомневается. Но Иисус не обвиняет его в этом. Но в то же время Он ему и не отвечает прямым текстом. Это, кстати, стиль Иисуса. Он никогда не отвечает прямым текстом. Мы не денем, ну, или, скажем, редко мы находим, что Он дает какие-то, ну, вот такие утверждения. Например, Царство Божье, мы не денем находим в Библии, чтобы Он точно сказал, так, Царство Божье, это запишите, запишите эти три слова, что такое Царство Божье. Он всегда говорил, Царство Божье, оно подобно, оно похоже. И очень часто, когда его спрашивают, Он сказал, и я вас спрошу. То есть, ну, короче, Иисус был евреем. Ну так, вдруг, если кто-то забыл, поэтому... В нем вся эта еврейская мудрость, она присутствовала. Но в то же время Он исправляет. Он, смотрите, что говорит. Он говорит, просто расскажите ему факты, которые происходят. И уж Иоанн сам должен будет разобраться в своей голове, разобраться в своих эмоциях и сделать правильные выводы. Поэтому это проповедь каждому из нас по поводу того, что каждому из нас нужно самому разобраться. И один из аспектов вот этого сомнения, это то, или почему мы можем сомневаться, это когда мы уходим в мир иллюзий. Итак, если ваша жизнь строится не на фактах, то тогда у вас есть огромное, ну как, искушение соблазниться. То есть, если ваша вера не строится на фактах, если вы не собираете факты, то тогда у вас есть потенциальная такая способность соблазниться. Но счастлив только христианин, который не соблазняется. Что такое соблазн о Христе? Давайте я вам дам формулировки. Вот я ведь не как Иисус, к сожалению, еще я люблю формулировки. Вот такая формулировка. Что такое соблазниться о Христе? Послушайте внимательно. Соблазниться о Христе – это уклониться от верного представления о Нем, отречься от Него, оказаться в ловушке своего собственного заблуждения. Послушайте еще. То есть, соблазниться о Христе – это уклониться от верного представления о Нем, отречься от Него, то есть от того вот реального, какой есть, сторону своего собственного заблуждения. Понятно. То есть в действительности соблазниться о Христе, это не значит его с кем-то перепутать, а это создать неправильное впечатление. И это большая проблема. К сожалению, очень много верующих людей, они живут в состоянии разочарования. И это беда. Это беда, беда христианства. И это особенно видно сегодня в социальных сетях. Я не то чтобы часто, но иногда я прочитываю какие-то, захожу на какие-то христианские страницы, смотрю какие-то сайты. И, к сожалению, очень много, очень много. Если вы этого не делаете, вы молодцы. То есть даже не заходите туда, если вы не знаете какие-то... Если вы не участвуете, давайте так, в тех группах, где постоянно всем перемывают кости и находят, что есть плохое, то тогда у вас есть большой потенциал сохранить свое духовное состояние. Но очень много христиан, они просто вот видно, что они живут разочарованной жизнью. Они ищут то, что делает не так. Они ищут, на чем они соблазнились и находят очень много соблазнов. А реальность здесь такая. Если мы христиане, неважно, на чем мы соблазнились, это соблазнились на Христе. Вот услышьте просто эту идею. Потому что чаще же всего мы не говорим, что мы на Христе соблазнились. Мы говорим, что... Или так скажем, мы видим не так обстоятельства, мы не так понимаем Библию, мы не согласны с каким-то стилем служения или с чем-то. Но у христианина все, что происходит с нами, это происходит между нами и Богом. То есть вся наша жизнь теперь происходит между нами и Богом. Конечно же, мало находится разочарованных верующих, которые скажут прямо, что я соблазнился о Христе. Практически никто не скажет. Даже люди, которые ушли, это единицы, кто говорят, ну, мне Христос не понравился. Или там что-то, я увидел какие-то противоречия. Чаще всего это связано с каким-то стилем, ну, вот с людьми, с обстоятельствами. Бог что-то там допустил в мою жизнь, с чем я не согласен. То есть, что бы это ни было, но в конечном итоге это есть соблазн о Христе. Поэтому, когда люди неверующие, да, люди, которые не знают Бога, люди, которые никогда не были в церкви, они приходят к разочарованию своей жизни, ну, это нормально, естественно. Вообще, как бы аксиома такая. Библия говорит, что рано или поздно любой человек, который не придет ко Христу, да, он не примирится с Богом через Иисуса Христа, он переживет огромное разочарование в своей жизни. Раньше или позже. Потому, когда мы встречаем неверующего человека, который разочарован, у которого не получается, то здесь вроде бы как все нормально. Беда в том, когда мы встречаем людей, которые вроде бы как заявляют, что знают Христа, следуют за ним, цитируют Библию, продолжают ходить в церковь и в то же время переживают разочарование. Вот это вот беда, вот эта проблема. Почему я уже не первый раз говорю о важности радости, о важности здорового состояния, эмоционального и физического? Ну, в действительности в этом есть… Ну, во-первых, я хочу, конечно же, исполнить волю Божью и быть честным, и вот исправлять вот это вот состояние. Но у меня есть эгоистическое такое, как бы в этом случае, как бы это сказать, желание, очень эгоистическое. Я хочу, чтобы вокруг меня были вот все-таки здоровые, эмоциональные люди, счастливые, а не… А не… Как мы… Не унылые, а то… Душные. Да, да, да. Потому посмотрите на соседа, скажите, ни в коем случае не становись душноватым. Ни в коем случае. То есть душноватый не твоя… Не твоя… Не твоя судьба, радостный. И для этого вам надо… Если вы пропустили эту проповедь, то обязательно надо послушать ее. Вот. Итак, теперь смотрите. Соблазниться о Христе. Соблазн обязательно приводит к разочарованию. Смотрите. Кто соблазнился о Христе, Библия говорит, такой человек перестает быть блаженным. Слово «блаженный» — это счастлив. То есть все. Здесь все понятно. И вот соблазн о Христе обязательно приводит к тому, что человек получает несчастное состояние жизни. Почему? Потому что это связано с разочарованием. То есть человек, который соблазнился на Христе, он разочаровывается и из-за этого становится несчастным. Счастье и несчастье — это эмоции. Но именно эмоции придают краски нашей жизни. Можно, конечно же, быть унылым, грустным человеком, который в конечном итоге попадет на небеса. Да, мы верим, что спасение зависит не от нашего настроения. Но качество жизни, конечно же, зависит от настроения. Гитара, 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 она остается гитарой в любом состоянии. Но когда она расстроена, на ней играешь — это ужас. И потому мы ее подстраиваем, и тогда это красота. То есть она нам помогает. Вот таким же образом человек и спасенный, он остается человеком. Но если он не научился настраивать струны своей души, то это ужасно не только ему, а и всем. Но это не меняет статус. Если мы спасены, мы верим, что мы спасены не из-за настроения. Но в то же время, когда мы знаем и позволяем Богу исправлять нас и наше настроение, тогда все, конечно же, изменяется. И вот разочарование. Я хотел бы, чтобы мы увидели вот эту связь между соблазнением и разочарованием. Что такое разочарование? Это тоже несложно. Все это есть в интернете. Но послушайте внимательно. Разочарование — это отрицательно окрашенное чувство, вызванное несбывшимися ожиданиями. То есть разочарование вызвано несбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтами, чувство неудовлетворенности по поводу чего-нибудь, не оправдавшего себя, не удавшегося. В случае разочарования, вот такая вот ремарочка еще, в случае разочарования человек перестает бороться за получение желаемого. А мы с вами знаем, что Бог нас спас, и теперь нам нужно бороться за то, чтобы войти в лучшее Божье. То есть это усилие, это усердие, это труд теперь. И поэтому, когда мы читаем Библию, мы видим, что мы вовлечены в духовную войну, и нам нужно бороться и за свое состояние, за свое настроение, за успех. То есть так построен этот мир. Итак, разочарование — это эмоции. Вот это вот, что надо понять. То есть если вы вдруг чувствуете себя несчастливо, то надо понимать, что это эмоция, это не вы. Но также нужно понимать, что эта эмоция зависит от вашего разума. Поняете? То есть это эмоция, потому что что-то нарушилось в вашем разуме. Проблема сегодняшнего общества, огромная проблема, что люди настолько сильно вовлечены в состояние своей чувственности, что они чувствами пытаются исправить чувства. Они очень много внимания уделяют своим чувствам. И не понимают, что для того, чтобы исправить чувства, нужно вообще-то исправить что-то в голове. И опять же, мы не первый раз об этом говорим в нашей церкви, снова и снова, но возможно Господь все-таки хочет, чтобы мы что-то поняли, и поняли, что надо сместить акцент с наших чувств. Ну вот к чему-то. К чему мы уже понимаем? К правильному представлению об Иисусе. Потому что если у нас неправильное представление об Иисусе, о плане спасения и о том, как работает этот мир, а значит у нас неправильное представление теперь, не Божье представление о жизни, мы будем снова и снова переживать разочарование. Разочарование переживают все люди в мире. Но эта эмоция, от того, что я ее переживаю, мне не обязательно оставаться, я должен просто взять и пойти дальше. Но некоторые позволяют, что эта эмоция, она начинает в них жить. И тогда она диктует, как нужно жить. Это, конечно же, влияет и на мышление, и на весь образ жизни, потом это влияет на окружение и так далее. То есть вообще это убивает просто жизнь человека. Как приходит разочарование? Это не первый раз. Я думаю, что кто-то из вас уже, возможно, слышал и эту проповедь, и эту историю с репфруктом. История с репфруктом. Если вы не слышали историю с репфруктом, сейчас вы услышите. Если вы слышали, еще раз услышите. Это лучшая история. Я не знаю просто, какую иллюстрацию придумать лучше. Когда мы с Мариной только женились, начали жить, и она взялась за наше правильное питание в нашей семье, и она у нас ответственная, я не против. И когда вы долго не спите, и спать не хочется, мы живем в таком мире, что каждый из нас берет какой-то свой гаджет или шот, или мы вместе можем смотреть кино и смотрим. И вот обычно есть такое правило, что после шести мы стараемся не есть. Это чувство где-то к десяти ближе просыпается вечера. И мы такие думаем, ну а теперь уже накануне нового дня, не можем же мы голодными войти в новый день. И вот я помню этот момент, когда я говорю, Мариночка, так, пора, на кухню надо идти по-любому. То есть вариант есть только в том, что ты, так сказать, как специалист нам посоветуешь. И Марина говорит, есть грейпфрут у нас, вот это вот, ну если уж надо идти, вот с ним ты и разберись. И тут надо понимать историю, как это происходит все в голове. Я иду на кухню, я думаю, все вы понимаете, что такое грейпфрут, он так странно чистится, его надо разламывать. И вот я думаю, это надо идти, это нужно брать с собой то, другое, третье, и потому я складываю, думаю, я его быстро съем прямо там, вот так вот разломаю, вот съем, и приду уже счастливый, довольный. Так я и сделал, съел, умылся, все, пришел. И вот все началось в тот момент, когда я возвращаюсь, так сказать, в нашу спальню, и вот здесь вот моя счастливая жена, она меняется полностью во всем, говорит, а где наш грейпфрут? Тут все, в этой истории все прекрасно. Во-первых, какой наш? Это был мой грейпфрут. А потому, а где он должен быть? Он уже на месте. И вот тут начинается само, она говорит, но я же думала, послушайте, но я же думала, что ты сейчас пойдешь, ты его там разломаешь, ты выложишь это все на тарелочку, ты принесешь, и я съем половину твоего грейпфрута. Я говорю, ну, любовь моя, ну, давай сразу определимся, ты же мне это не говорила? Нет, ну, потому, ну, тут как бы нет никаких оснований обижаться, потому что, вы же понимаете, это чревато женское настроение, это уже, ну, такое неудовлетворение. Скажу так, эта ситуация закончилась хорошо, это был не последний грейпфрут, мне несложно было это все сделать, но смотрите, как мы работаем. В один момент ваше счастье может превратиться в глубокое несчастье, при котором можно даже уже, собственно говоря, уже начинать процесс бракоразводный, и, понимаете, все, все, ты меня не любишь, ты обо мне там не думаешь, и все остальное. Но из чего все началось? У меня свои картинки в голове, у меня своя программа, у нее своя, но оказывается, моя сработала, короче, хорошо программа, а Марина на программу не сработала, потому что все, что она построила, оно оказалось не так, потому что она не сообщила мне, и вот с этого начались все проблемы. Приджи 13-12, современный перевод, Библия об этом говорит, смотрите как. То есть мудро, в Библии есть все, просто вы, если вы думаете, что нет, вы просто еще не дочитали. Приджи 13-12, именно вот этот вот РСП перевод, вот он показывает, неисполненные надежды вселяют в сердце грусть, но если надежды твои сбылись, тебя наполняет радость. То есть я думаю, все согласны, о, да, мы понимаем, когда я что-то хотел, и это произошло, восторг, радость, все классно. Если же, или синодальный перевод говорит, надежда долго не сбывающая, если там есть такой, это мид сердца. То есть, но если у нас есть какие-то ожидания, эти ожидания не сбываются, но мы их не меняем, мы продолжаем ожидать, но они не сбываются, в конечном итоге это приводит нас к огорчению, разочарованию, грусти, к депрессии, к унынию, и, ну, разочарованию, в конце концов. То есть, мы все переживаем это эмоции. Я бы хотел, знаете, как дать обещание, что, ну, сейчас после этой проповеди разочарование никого из вас не постигнет, это будет неправда. Иногда мы переживаем разочарование по несколько раз в день, ну и шо? Ну, это обычная эмоция, которая у нас есть. Но в этом, в ней есть польза. Тут я перехожу к следующему пункту. У разочарования есть определенное предназначение. То есть, если Бог не забрал это от нас, значит, Он хочет использовать это для нас. То есть, разочарование – это изначально темные краски в нашей картине жизни. То есть, это негативные, мы прочитали, эмоции. Но в то же время, в ней тоже есть определенные предназначения. В чем это предназначение, когда мы переживаем разочарование? Нужно исправить что-то в голове. Опять же, что люди делают в современном мире? Они говорят, мне нужно работать с эмоциями. Но к чему нас отправляет Библия? К тому, что нам нужно поработать как раз с головой. Нужно изменить наши ожидания таким образом, чтобы они соответствовали той действительности, к которой мы идем. Если помните, Иисус и говорит, смотрите, я не буду разбираться, Иоанн Креститель, что ты там чувствуешь, от чего у тебя депрессия, в каких-то обстоятельствах. Мы знаем, недавно мы читали, что Петр, извините, Павел и кто? И Сила, да? Они в тюрьме находили, они пели. Здесь мы видим Иоанн Креститель, он не поет, он в депрессии, ему плохо, он в разочаровании. Но, тем не менее, опять же, Иисус, он исправляет каким образом вот это вот разочарование Иоанна Крестителя? Он говорит, скажите ему то, что вы видите, то есть верните его в реальную жизнь, расскажите, что происходит, и тогда он исправит все это в голове, он увидит факты, и на этих фактах он сможет сделать правильные выводы. Понимаете? То есть вот эта вот связь, ее нужно постоянно иметь в виду, никогда не отпускать. В Матфея в 13 главе Иисус говорит о Царстве Божьем, как о сеятеле, который сеет почву, в, сеет семя Слова Божьего в 4 вида почвы. Эти 4 вида почвы, это 4 состояния сердец. Я не буду разбирать эту притчу, я возьму только одну почву, которая нам нужна. Вот смотрите, Матфея 13 глава, вот с 20 по 21 стих, вот что мы читаем. «Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит Слово, и тот час с радостью принимает его. То есть смотрите, почему мы все здесь? Потому что мы обрадовались. То есть однозначно Слово Божье, оно производит какой-то эффект. Мы приходим к Богу, у нас появляется какая-то надежда. Мы приходим к Иисусу, мы слышим, что Он разрешитель всех наших проблем. Конечно же, это дает нам надежду, ожидание какое-то. И мы говорим, да, да, конечно, конечно, я это хочу, мне это нужно. Я так много разочаровывался, наконец-то я могу прийти, разобраться с своим разочарованием. И вот он говорит, что да, он с радостью принимает, но потом смотрите, что дальше. Но не имеет в себе корня и непостоянен. И когда настанет скорбь или гонение за Слово, тот час соблазняется. Соблазняется. Почему соблазняется? Потому что обстоятельства изменились. Почему соблазняется? Потому что, ну, какие-то атаки начались на его жизнь. Гонение за Слово, конечно же, сразу вспоминаются, знаете, такие, ну, мега-такие исторические события, когда были гонения на церковь, когда верующих убивали. Но в действительности, я думаю, что мы можем вообще взять, ну, широкую картину. Реальность такая. Каждое обетование, которое мы получаем, каждое слово, которое мы получаем от Бога, каждую мечту, которую мы получаем от Бога, дьявол будет стараться ее забрать. И поэтому каждое слово, которое мы получаем, оно должно пройти вот какую-то проверку, и мы, нам необходимо укорениться. То есть предназначение в чем? Разочарование в том, что если я не хочу разочароваться, если я не хочу остаться в этих эмоциях, значит, мне нужно ухватиться за Слово, за обетование и укорениться в нем. Потому огорчение говорит, что ага, тебе нужно держаться за обетование, потому что если ты сейчас сфокусируешься на своих чувствах, если ты позволишь твоим чувствам диктовать твои мысли, то тогда все будет совершенно плохо, и дьявол заберет не только радость, а и Слово Божье, и все обетования, которые есть. И вот это вот основная проблема, почему многие верующие, они останавливаются на месте. У меня есть за мою жизнь огромное количество различных историй, вот того, каким образом люди, они не укоренялись в своем слове. Почему? Опять же, почему? Потому что у нас есть свое представление, которое зачастую, оно придумано, а не получено от Господа. Давайте я такую возьму от фонаря, простую картинку. Например, вы ездите на старой машине или на городском транспорте, и вы видите, что это вас обременяет, это сложно, это плохо, и вы смотрите, многие люди пользуются таким благом, как автомобиль. А может быть, у вас автомобиль плохой, и он постоянно требует вашего ухода, и вы хотите хороший автомобиль. И однажды вы молитесь, и вы вдохновляетесь, и говорите, Господь, и эта машина, она мне постоянно создает какие-то проблемы. И приходит вдохновение, Господь говорит, да дам я тебе нормальную машину, чего ты переживаешь? То есть все будет у тебя. И вы прям чувствуете, что Господь вам это сказал. И вот здесь вот теперь, что начинается? Мы начинаем придумывать, каким образом это может быть. И чаще всего наша простая схема, какая наша простая схема? Отлично, все, Господь мне с неба скинет машину. То есть почему-то мало людей, так получается, мало, наверное, мало все-таки. Вот из тех, когда смотришь, мало людей, которые понимают, что таким образом Господь может дать работу, чтобы я заработал и купил себе классную машину. Чаще всего такой человек говорит, а Господь мне даст машину, и ничего это в его поведении не меняется. И такой человек, опять же, может ли Бог скинуть машину с неба? Ну, не уверен, что с неба, но подогнать может через кого-то. Но опять же, значит ли это, что он так придумал этот мир, что машины, они не покупаются, а как-то нет. То есть обычно, я думаю, что если мы сделаем опрос, то практически все так или иначе купили машину. Кому-то удалось купить дешевле, кому-то лучше, кому-то помогли, кто-то еще как-то. И есть какие-то единичные случаи, когда машину подарили. Ну, например, мне первую подарили, такие. При том, что я, конечно же, об этом и не мечтал, но Господь усмотрел. Но смотрите, то есть идея в чем? Но если мы будем верить в то, что мне Бог должен дать на халяву, это же мы любим очень. Почему? Потому что наша идея Царства Божьего, она же построена не на Библии, ну, в основном, а на сказках из детства. По щучьему велению, по моему хотению. Мы думаем, ага, мы теперь знаем правильную формуру. Во имя Иисуса. Машина, приди. И ждем. Год, два, три. Приди, машина. А сами ленимся, сами ничего не делаем, сами финансово. Смотрите, получается, что, если такому человеку сказать, слушайте, нужно реально начать откладывать на машину, он соблазнится и уйдет в другую церковь, в которой ему будут обещать, что машину просто Бог подарит. Но это не значит, что подарит. Ну, делайте эксперимент. Ну, это такой примитивный, примитивный пример. Давайте так, я его придумал, естественно, я придумал. Но у меня есть другие примеры. Например, например, я думаю, каждый верующий человек, в нем просыпается, ну, знаете, осознание своего предназначения. Он вдруг понимает, что у него есть какая-то миссия на этой земле, какое-то служение. Это нормально. Это нормально, это правильно. Конечно же, мы понимаем, что мы пришли к Богу, и теперь это нормально, если у нас появляется желание быть полезным. И, конечно же, мы говорим и понимаем, Библия учит о том, что Бог раздает дары, и у нас есть дары. Но все ли люди, все ли христиане, они входят вот в свои дары, в свое предназначение, и получают вот эту вот полноту жизни? К сожалению, нет. Одна из историй, опять же, которая всплывает у меня в голове, был у нас один парень, хороший, в церкви, в Полтаве, это давно было, то есть совсем давно, и на каком-то этапе он решил жениться на девушке с соседней церкви. И, женившись на девушке с соседней церкви, я заметил, что после того, когда они женились, все хорошо, они решили ходить в нашу церковь, но теперь они начали опаздывать на служение. Ну, при том опаздывать, чтобы вы понимали так, что это уже, ну, прям, это не один раз, что что-то произошло, а вот так вот, прям, я уже проповедую полпроповеди, и такие они пришли. Я с ней сонечка, и там сели тихонько, сзади, еще со всеми поздоровались, конечно, все же рады, что они рады, что наконец-то они дошли. Я поговорил, Саша его звали, тезка моя, я говорю, Сань, слушай, тут какая-то ситуация, я говорю, ты раньше, я говорю, раньше приходил, участвовал в служении, все, говорю, что случилось? То есть, ну, как-то, ну, он говорит, пастор, не поверишь, я постоянно, как бы, с этим борюсь, но она постоянно спит до последнего, в последнюю секунду собирается, ну, чтобы вы понимали, служение на 11 было, то есть, это не, не что-то, и потом, говорит, мы бежим, ну, вот такая вот любовь, семейная жизнь, я говорю, ну, Саня, делайте выбор, ну, как бы, ну, как-то, ну, как-то, короче, это как-то странно выглядит, вот, а до этого она была в церкви, в которой на 4 часа было служение, то есть, я думаю, может, из-за этого проблема, а кто его знает, в общем, после какого-то служения, ну, ну, шо, каждый, каждый человек что-то сам придумывает, выбирает, ничего не сделаешь, после какого-то служения, прям, наверное, я такую зажигательную проповедь сказал о дарах, и она подходит ко мне после служения, говорит, пастор, я хотела, чтобы вы кое-что знали обо мне, я говорю, ну, классно, наконец-то, она говорит, вообще, вот в той церкви, где я была, вы должны знать, что у меня есть много даров, вот, ну, что у меня, просто есть много даров, потому, Ну и я думаю, как бы каретно, говорю, отлично, я рад, каждый человек это дар, я в это верю, это очень классно, но смотри, надо для начала, немножко оно так не получается, потому что вы вообще, о каких дарах, если вы приходите на полслужения, ну тут уже само по себе сложно, говорю, давай начнем с того, что хотя бы вовремя приходите на служение. Почему эту историю запомнил, это же не единственный человек, который опаздывает на служение, но вот во время этого диалога она начинает плакать на взрыв, то есть вы должны, а это же там люди в зале еще не расходятся, и она прям начинает плакать, а я вообще, ну как не люблю, когда женщины плачут, а тут я думаю, что еще люди подумают, что я с нею сделал, понимаете, благо, что ее муж был, я говорю, Саня, Саня, иди сюда, иди сюда быстрее, говорю, я просто, смотрю, говорю, твоя жена начала плакать, но я говорю, хочу тебе просто объяснить, что я ее никак не попытался обидеть, то ситуация была в том, что она подошла, говорит, что я, ну там, обдорованный человек, у меня есть дары, а я говорю, слушай, а не могла бы ты просто, вот вы бы вовремя приходить на служение, и все, и все, говорю, она так как-то заплакала, и все, я говорю, я же переживаю, я говорю, ты ну как-то утешишь, что-то, я не знаю, ну короче, ну в общем такая ситуация, ну потому при мне, пожалуйста, так не плачьте, вот так вот, особенно так, как-то берегите мои нервы, что ли, ну реальность какая, конечно же, они ушли потом в другую церковь, ситуация скорее всего не изменилась, и как вы думаете, кто виноват, то есть, конечно же я, ну почему ушли из церкви, ну потому что я виноват, соблазнились, соблазнились, да, то есть я стал вот этим соблазном, потому что человек, ну обдарованный, мега обдарованный, скорее всего, но мы так и не смогли этим воспользоваться, потому что пастор стал вот этим вот препятствием, и смотрите, реальность такая, к сожалению, очень часто именно это нам мешает. В мире, в любом мире, людей, которые что-то не получается, они разочаровываются, есть очень много, куча причин, почему это происходит. Я вам дам дополнительных две, но если вдруг вы сами не додумались, вот кто виноват в наших, ваших неудачах, я дам две, и вы можете их смело козырять, против них ничего не восстанавливает, прям запишите. Один из них это пастор, то есть он недоработал, недоделал, и второй сатана, ну дьявол, то есть тоже мешает. То есть вашей ответственности за неудачи, за ваше состояние, за разочарование, за все, но оно, его просто не может быть в принципе, но вот пастор и дьявол, это вот если их убрать, вот этих вот двоих из жизни, все, вы бы стали мега счастливы, семьи стали успешны, ну вот все бы у вас наконец-то бы вот получилось. Я рад, что вы улыбаетесь, вот, рад, что вы улыбаетесь, да, потому что реальность такая, если вы не справились вот со своим разочарованием, и какие бы вы причины не нашли, вот что я хочу привести, в конечном итоге это вас привело к тому, что вы разочаровались во Христе. Вы думаете об этом, если вы не согласны, отлично, дома поработаете об этом. Когда-то Бог мне сказал три вещи, давно-давно-давно, я о них не буду сегодня говорить, если Бог позволит, я о них подробно скажу раньше, но давно-давно, где-то в начале моего служения, я вот в какой-то момент, я вот, ну просто вот услышал такую инструкцию от Бога, когда Бог мне сказал, есть три вещи, в которых ты не должен никогда разочароваться. Ты не должен разочароваться в Боге, ты не должен разочароваться в церкви, и ты не должен разочароваться в себе. Все, это по поводу этого, это единственное, что я сегодня сказал, и еще раз скажу, я продолжу эту тему, в следующий раз немножко больше вам это объясню, но это реально очень сильно помогло мне, всякий раз, когда я сталкиваюсь с тем, что я вижу, все идет не по моему плану, не по моему плану, и я хочу обидеться на Бога, то это спасает меня, потому что у меня есть правило, я на Бога не обижаюсь. И если Он что-то делает не так, как мне нравится, тогда я знаю, что мне нужно изменить мое мышление, мне надо научиться смотреть немножко по-другому. Он правильно все делает, а я нет. Он знает, как нужно, я не знаю. Он управляет этим миром, мне нужно подстроиться под Него. Если в церкви я вижу, что-то работает не так, или какие-то люди что-то делают, некоторые обижают пастора, такое бывает, словами, не физически, слава Богу, еще никто не бьет, но в то же время иногда, иногда, по каме сейчас, хотя обещали, так сказать, мужья, жен обещали, но тем не менее, тем не менее, еще не доходило до этого. И если вы разочаровались в себе, это тоже вы должны знать, что вы не можете себе просто этого позволить. То есть это значит, дьявол поймал вас, это значит, вы разочаровались во Христе, потому что Христос вас не разочаровался, он продолжает с вами работать, а вы уже разочаровались. Иисус говорит, счастлив тот христианин, который не соблазнится обо мне. Блажен, кто не соблазнится обо мне. Разочарование, если вы переживаете, говорит о том, что вы ушли в сторону от реального Иисуса или от реальной жизни. И прежде чем мы будем молиться, я просто дам вам таких три рекомендации, если вдруг вы разочарование испытываете. А после того, когда я дам вам эти три рекомендации, я попрошу, чтобы вы проанализировали свою жизнь, и я вам дам симптомы разочарования, и вам нужно просто будет послушать, и возможно вы найдете, что вот то, что с вами происходит, это разочарование, которое в вас поселилось. Оно не дает вам жизни, оно вас мучает, вот эти вот все признаки, и оно убрало удовольствие, убрало радость, осталась религиозность, то вы будете, ну как минимум будете знать, что с этим нужно что-то сделать, и опять же, и это ваш выбор. Итак, первое, смотрите, первое, что нужно сделать, это, конечно же, изучайте Евангелие. Нам нужно познать Бога и Иисуса таким, какой Он есть. Правда состоит в том, что никто из нас не знает Иисуса таким, какой Он есть, даже каким Он представлен в Библии. Что бы мы ни читали, и сколько бы мы ни читали, мы понемножку исправляем свое видение, чтобы увидеть Иисуса таким, какой Он есть. И никто из нас еще не стал выпускником в этой школе. Именно поэтому разочарование с нами происходит, и это для того, чтобы мы еще больше углубились в Писание и добавили то, что мы еще не помним. Мы всю информацию и все, что связано с Богом, рассматриваем только через наше понимание. Это не мешает Богу благословлять нас, вот это вот важно. Почему? Да, потому что Бог это знает, и Бог знает, что по мере того, как мы познаем Иисуса, мы и переживаем жизнь. Но это и называется духовным ростом, чтобы мы познавали Иисуса лучше, лучше и лучше. Чтобы мы лучше и лучше знали план спасения, чтобы мы лучше и лучше понимали то, как Бог направляет и управляет этим миром. Потому разочарование имеет свое предназначение отправить нас к Богу, отправить нас к Писанию, отправить нас к кому-то более духовно зрелому, чтобы Он объяснил, где у меня ошибка. Понятно? И здесь нет выпускников. Вот почему все самые высокие теологи, они продолжают изучать Библию, Священное Писание, для того, чтобы еще лучше понять, еще больше, чтобы найти Иисуса во всем Священном Писании. И это и Ветхий Завет, и Новый Завет. Но начинаем, конечно, мы снова. То есть это первый момент. Потому продолжайте постоянно учиться в Евангелии, особенно в тот момент, когда вы понимаете, что в жизни что-то идет не так, у вас штурмует разочарование, оно приходит, оно селится, что-то происходит. Следующее, что нужно делать в тот момент, когда вы хотите изменить ваше состояние на радость, разочарование на радость, это то, что Иисус сказал Иоанну. Посмотрите на факты. И начните смотреть на факты. Ну, сначала об Иисусе факты мы смотрим в Библии. То есть это истории, которые записаны о нем. И мы верим, что это факты. Но также есть факты того, что Бог уже сделал в моей жизни, как Он уже проявил свою любовь, как Он меня поддерживал, поддерживает, каким образом Он выходил навстречу. Потому что когда мы выстраиваем какую-то иллюзию, то, что не сбывается, а это все всегда происходит в нашей голове, потому что ни один Бог к нам только говорит. Да? То есть у нас постоянно, особенно сегодня в мире социальных сетей, когда нам много задувают всего того, что вроде бы как у нас должно быть, а его нет, и в этот момент мы разочаровываемся. Или мы следим за жизнью другого человека и обижаемся, почему эта жизнь дана тому человеку, а не мне дана эта жизнь. Я более достоин. И есть очень много иллюзий. Так вот, нужно вспомнить о том, как Бог меня благословляет и благословлял. И третий момент. Учитесь жить в реальном мире, а не придуманном. Потому что некоторые люди, они придумали себе какой-то мир. Его нет такого реально мира. Такого просто, это не работает так. Но они придумали, что так, как они теперь с Богом, то теперь вот оно все должно почему-то... А это не происходило, не происходит. И у них глубокая депрессия, потому что все, что они придумали, а это не сбывается. Но они придумали, и они полюбили вот этот воображаемый мир. А Иисус говорит, идите, расскажите Ему, что происходит. И нам нужно реально признаться, что мы живем вот в этих обстоятельствах. Нам нужно реально посмотреть на объективную картину в ситуации с войной. Нам нужно посмотреть, что происходит в вашей стране. Нужно сделать реальную оценку. Нужно посмотреть реально, сколько есть денег. Что вы хотите от вашей работы. Знаете, как некоторые люди, они работают на работе. Они мечтают что-то приобрести. Но они просто не считают, что на вашей работе вы никогда этого не приобретете. Но вы придумали себе, что что-то у вас будет. Ну откуда? Это только у верующих такое может быть. Почему? Потому что у нас же теперь появился Дед Мороз. Послушайте, Иисус больше соблазнил людей, чем кто бы то ни было. Именно соблазнились через Него. Споткнулись через Него. Потому что реальный Иисус это что-то другое. Давайте я закончу все-таки. Смотрите, три, последнее, что я скажу, три стадии, потом будем молиться. Три стадии развития духовного роста. О духовном росте мы много говорим. Они очень простые. Смотрите, вы их запомните сейчас. Так как я вам скажу, вы их запомните. Первое следует за мной. Вторая стадия, какие странные слова. Третья стадия, кому намеки. Следуй за мной, какие странные слова, кому намеки. Это не то, конечно, это тоже три, но это другого три. Там должны были эти буквы быть. Смотрите, все начинается. Мы открываем Иван, или мы читаем, и везде Иисус, как всех зовет, следуй за мной. У нас три, не разочаруйся там до сих пор. Следуй за мной. Следуй за мной. Смотрите, то есть так все. Вот мы сюда пришли, потому что он сказал, следуй за мной. Никто из нас просто так не пришел. Мы пришли, мы встретились с Иисусом. Отлично. Хорошо. Но потом есть следующий этап. Например, о нем Иоанна 6 глава, 60-61 стихи. Смотрите. Но многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? То есть, я верю, что все это не просто так нам дано. Это не вопрос только вот тех учеников, которые жили в то время и ходили за ним. Это не только для них. Сегодня мы все проходим тот момент, когда на каком-то этапе Бог такое делает в нашей жизни, что мы говорим, как это возможно? Как это возможно? Кто это может слушать? Какие странные слова? Какая-то странная воля Божьей. Ну, то есть, мы реально попадаем вот в это вот состояние разочарования. Шестая глава, и тут, кстати, дальше написано, но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут, на то сказал, это ли соблазняет вас? Вот здесь соблазн. Вас это соблазняет, ребята? Отлично. Добро пожаловать в реальную христианскую жизнь. Потому если вы еще не стали с той ситуацией, когда христианство вам кажется странным, и то, что требования, которые ставит перед вами Иисус, вы это знаете, вы понимаете, но они выглядят странно, нормально, вы до этого дойдете. Ну, просто знайте, что дойдете, доживете до этого. И вот здесь вот происходит, что происходит? 6,66, даже такие слова, Иоанна 6,66, понимаете, такая мистика какая-то. Вот тут я прослеживаю. С этого времени многие из учеников его отошли и уже не ходили с ним. Многие из учеников. И если вы изучите эту историю, такое впечатление, что он специально, он им так говорил, чтобы они не могли это понять, не могли вместить. Но в 67 стихе, в 69, есть что-то, что остается или что оставляет непосредственно учеников. Смотрите, тогда Иисус сказал в 12, а вы не хотите идти отомни? Ну, то есть он говорит, ну, а вы что сидите, смотрите, все ушли, все ушли, а вы что-то задержались. Может, и вы хотите уйти? И приходит момент, когда Иисус говорит, ну, попробуйте, возможно, есть какие-то лучшие варианты, почему бы вам куда-то не уйти? А Симон Петр отвечает ему, «Господи, к кому нам идти?» Ну, Господи, к кому нам идти? То есть, знаете, как я вот пытаюсь же представить, я думаю, наверное, они такие думают, ну, ей неплохо идти, идти, куда идти, идти, где-куда просто. То есть вариантов больше нет. Потому что мы пришли, и здесь нас зацепило что-то такое, что, ну, других вариантов просто. Да, мы тоже не понимаем, как и все остальные. Да, мы тоже не всем-всем согласны. Да, нас тоже иногда бывает, ну, нам все не нравится. Да, жизнь складывается не так, как мы хотели бы. Да, это не всегда соответствует моей иллюзии, но дальше он говорит, «Да мне к кому идти?» Потому что ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Вот что должно произойти. Вот если вы познали, что ты Христос, Сын Бога Живого, тогда вы понимаете, что бы ни происходило, вы никуда не уйдете. От Бога не уйдете, из церкви не уйдете, со служения не уйдете, никуда вы уже не денетесь. И это не потому, что кто-то вас держит силой, потому что у тебя есть глаголы жизни. И вот секрет, секрет, который я вам дам, если вы это слышали раньше, то я даже не знаю, кто вам мог еще рассказать этот секрет. Вот это вот слово, смотрите, просто он говорит, у тебя есть глаголы жизни. Глаголы, вот это слово, глаголы. Что нужно делать, когда вы терпите разочарование? Продолжайте делать правильно то, что нужно делать. У Иисуса нужно искать глаголы. Глаголы мне нравятся в украинском. Диеслово. Диеслово. Глагол это, я даже, я вообще, только, только когда проповедь готовил, узнал, что такое глагол. Ну, я где-то интуитивно знал, но я такой был в школе, ученик такой себе. Так вот, это часть речи, обозначающая действие. Диеслово мне более понятно, чем глагол и все остальное. Понимаете? Часть речи. И тут есть, кстати, еще совершенная, несовершенная форма. Моя Марина, кстати, все про это знает. Я просто восхищен ею. Что делать, это несовершенная форма, а что сделать, это совершенная форма глагола. Друзья, в Иисусе нужно находить, что делать, а не что думать, или что чувствовать, или что-то еще делать. И это удержит нас, потому что у Него есть глаголы. Только Он знает, что нам сделать для того, чтобы спастись. Закройте сейчас ваши глаза. Смотрите, я дам вам список. Я просто буду не спеша говорить, симптомы разочарования. Если вы вдруг найдете что-то, это не значит, что у вас разочарование, потому что эти эмоции, они в нас там гуляют, как хотят. Но если вы найдете что-то, что живет в вас, то, скорее всего, вам нужно что-то сделать. И, скорее всего, это не вопрос эмоций, которые вы пытаетесь исправить. Скорее всего, не эмоции нужно оживлять, а нужно прийти к Нему и познать реального Иисуса. Нужно в библейскую школу, я не знаю, если Марина возьмет кого-то с опознанием. Нужно в Библию, нужно консультацию кому-то. Послушайте просто, здесь могут быть эмоциональные, психологические, физические или социальные проявления. Просто слушайте, вы закройте глаза, просто вот о себе. Даже не нужно писать, ничего. Ну, просто вот попытайтесь вот проанализировать себя. Какие симптомы разочарования, которые может прийти в нашу жизнь и забрать у нас реальную и живую веру? Чувство грусти и подавленности, огорчение и обиды, чувство пустоты, утрата мотивации, пессимизм и даже цинизм, низкая самооценка, чувство безысходности, усталость и низкий уровень энергии, проблемы со сном, желание уйти в себя, изолироваться, импульсивное поведение, которое связано с вредными привычками, уход от жизни тоже в разрушительные привычки, конфликты в отношениях из-за отсутствия терпения и из-за раздражительности, потеря интереса к социальным активностям, потеря смысла жизни. это не проблема, если что-то из этого вы переживали, потому что мы все это переживали. Проблема, если это поселилось и живет вас. И это значит, что-то не так пошло. Вы где-то неправильно поняли Божий план спасения. Потому вы пришли к Иисусу, и Он хочет вас избавить. И первое, что нужно сделать, прямо здесь сейчас, это покаяться. Покаяться в том, что вы верите не в того Иисуса, которым Он является, а вы придумали себе Иисуса. Вы придумали себе Бога. И вы стараетесь, чтобы Он соответствовал вашим каким-то идеям и мыслям. Покаяться – это передумать. Потому нужно сказать, Господь, я каюсь и отрекаюсь от того Иисуса, которого я придумал. И я прошу, покажи мне тебя, какой ты есть. Теперь я не хочу, я просто отказываюсь дальше верить в то, что я придумал. Я хочу узнать, какой ты есть. Тот, который несешь освобождение, радость, смысл. Второе, конечно же, попросите Дух Святой, чтобы Он помог вам и показал ту стратегию, посредством чего вы изменитесь. Чтобы Он показал, дал вам это откровение. Потому что без Духа Святого мы можем только придумывать. и третье – это то, что я говорил раньше – вернитесь в реальную жизнь. Вернитесь в реальные факты. Начните с того, чтобы изучать по-новому Евангелие и смотреть, какой Иисус есть. Снова и снова откройте для себя вот этого библейского Иисуса. Второе – начните каждый день целенаправленно смотреть на то, что Бог сделал для вас. Уже сделал. Фактически. Где Он проявил Свою милость и благодать. И это план, который нужно составить. Потому что если у вас это поселилось, это значит, что нужно время, чтобы изменить ваши эмоции и ваше мышление. И учитесь любить ту жизнь, которая у вас есть. Благодарите Бога за ту жизнь, которая у вас уже есть. И думайте, думайте о том, как просто это преумножить. Откажитесь от этих иллюзий, которые построены на фокусах и ниоткуда что-то. Бог благословляет и делает сверхъестественные вещи в наших жизнях. Но мы это не контролируем. Мы можем контролировать и управлять своей жизнью. Господь, мы молимся, Дух Святой, чтобы мы не оказались случайно вот в том состоянии учеников, которые шли, шли за тобой, годы шли, а на каком-то этапе потом приткнулись и разочарованные разошлись. Господь, мы благодарим за то, что Ты сделал нас эмоциональными. Мы благодарим, что Ты подарил нам весь спектр и эмоций, и разные формы мышления. Но мы молимся, чтобы все это только помогало нам знать лучше Тебя и переживать Твою жизнь нас. Иисус, исправь наши жизни, исправь наше мышление, исправь наши эмоции. Благослови нас, чтобы мы научились жить в реальном мире, в который Ты нас поместил, и чтобы мы думали, как прославить Тебя тем, что мы имеем. Дух Святой, помоги нам, пожалуйста. Я молюсь за моих братьев, сестер, за всю нашу церковь. Господь, кто нуждается в исцелении от разочарования, просто прикоснись и покажи этот другой путь, другой образ жизни, когда бы наша жизнь наполнила радость Твоя, Господь, радость Твоя от того, что мы встретились с реальным Иисусом. И благослови, чтобы мы сохранили эту радость и не позволили дьяволу забрать ее у нас, создав какие-то иллюзии неправильные в нашем разуме. Во имя Иисуса Христа вы молитесь. Аминь. 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 Продолжение следует...